Короче говоря, я посмотрела первую серию «Назад нельзя». Для тех, кто не знает, это новый проект студии «Феникс», который выпускает свои оригинальные анимационные сериалы на YouTube. С одной стороны, я дико рада, что независимая анимация в Рунете продолжает держаться на плаву, несмотря на тяжелые для контент-мейкеров времена. С другой стороны, есть некоторые важные вещи, которыми никогда нельзя пренебрегать. Да, я знаю, я оставила положительные комментарии под первой серией, но он был написан еще до ее просмотра. А когда я закончила, смотреть коммент уже был в топе, редактировать его было как-то, ну, нечестно. Так что я решила записать отдельный ролик. Какие вам на ум приходят важные вещи, без которых не обойдется ни один мультфильм? Драматургия? Сценарное мастерство и хорошо прописанные диалоги? Качественная плавная анимация с соблюдением всех принципов? Да, но вот то, что зачастую людям, незнакомым с процессом создания анимационного фильма, на ум не приходит, это теория монтажа. Мало нарисовать хорошую анимацию и написать хорошие диалоги и действия. Важно еще это смонтировать так, чтобы глазу было приятно и понятно следить за повествованием. Так вот, при просмотре первой серии «Назад нельзя» у меня сложилось стойкое впечатление, что раскадровщик и режиссер этого проекта жестко пренебрегли теорией монтажа. Ну, блин, мне и так нравится, я ошибок толком не заметил, че придираться-то? Действительно, а зачем тогда вообще стараться? Даже самые малышовые сериалы на каруселе не пренебрегают фундаментальными принципами. Ни один проект, претендующий на известность и широкую аудиторию, не должен действовать по принципу «и так схавают». Уважаемые создатели «Назад нельзя», если вы смотрите это видео, все, что я говорю, я говорю не в упрек вам, а скорее обращаю внимание на большую проблему и очень-очень надеюсь, что вам удастся избавиться от нее в дальнейших сериях. И желаю этому мультсериалу исключительно процветания и не ставлю своей целью втоптать кого-либо в грязь. Что ж, перейдем к наглядному рассмотрению ошибок. Я могла бы сколько угодно говорить о качестве анимации и озвучки, но этот ролик я решила построить именно вокруг монтажа, потому что ему намного меньше людей уделяют должное внимание, а очень зря. Поехали! Неверная склейка по фазе движения. В одном кадре мы видим, что главный герой держит руки на маске и очках, в следующее мгновение он уже в совсем другом положении и руки опущены вдоль тела. Чтобы склейка по фазе выглядела правильно, в этом моменте стоило уделить несколько кадров тому, как он опускает руки от головы и закрывает рот, но никак не пропускать эти движения. Важные кроются в мелочах. Не очень понятно, как так получилось, что роботы приближаются к нему сбоку, ведь секунду назад он смотрел на них вперед, а шага с поворотом мы не видели. Довольно скомканный аналитический монтаж, но все же простительный. Но стоило сделать кадры чуть подлиннее, потому что мелькает в глазах и зритель едва успевает заметить, что вообще происходит. Уже нормальный аналитический. Что мешало 10 секунд назад, мне так торопиться непонятно. Друзья едва вошли и не обходили его сзади, но каким-то магическим образом через секунду уже выходит из-за его спины. Короче, я начертила кое-какую схему, немного изучив задники, чтобы хоть как-то понять надругательство над мизансценой, которое будет происходить в следующие минуты. Итак, голубой дракон во мгновение ока телепортировался метров на пять, а фиолетовый принял из стоячего положения сидячее на диване, хотя по движениям главного героя видно, что это склейка по фазе, и никакого временного отрезка между этими кадрами не прошло, на которые можно было бы как-то списать эти телепортации. Никогда, люди, никогда не склеивайте друг другом одинаковые крупности, это просто ноп! Это один из смертных грехов монтажера наравне с нарушением массив взаимодействия. Глядя на эти два кадра, возникает вопрос, а какой был смысл в данной склейке? Никакого значительного изменения в мизансцене не произошло, камера просто почему-то сместилась на 15 градусов относительно стола. Ничто не мешало просто склеить эти два кадра, чтобы он садился на стул во втором. Мгновение назад Лу сидел, через секунду мы уже видим его ноги стоящие на полу, а через две секунды он уже почему-то в другом конце комнаты, а его друг играется с пустым креслом. При этом между этими кадрами он не сделал ни единого шага. Снова магия телепортации. Кто-нибудь рисовал схемы мизансцен для этого сериала, или ничего о них не слышали? Короче, Лу сидит тут. Стакан разбивается тут. Но в следующем кадре Лу стоит здесь, лицом к стене, и смотрит на пол направо, будто разбитый стакан здесь. А потом дыра от разбитого стакана возникает в полутора метрах от того места, где она должна быть. Что? У ваших устройств искусственно ограниченный потенциал. Неужели бы вы не хотели повысить его? А я говорил, а вы все. Ну давайте Лу возьмем, жалко же его. Уже который год он только притворяется, что хочет в тему. Голубой друг никуда не перемещался. По мизансцене за его спиной должна быть тумбочка, но почему-то там открытая дверь, которая по идее находится вообще в другом конце помещения. Что хочет в тему. Но уже давно он у нас забил. Гайс, вы не правы. Слышали этот хруст? Это умерла ось взаимодействия. Возможно, вы слышите это выражение в первый раз, но объясню с помощью вот такой простой схемы. Ось взаимодействия это невидимая линия, проходящая между двумя персонажами. И камера, с помощью которой снимают их взаимодействие, в том числе диалог восьмерку, всегда должна находиться с одной стороны, не пересекая ее, иначе будет дезориентация зрителя. Здесь камера ловко прыгнула через ось, поменяя персонажей местами. Из-за того, что платы немного устарели, пришлось повозиться с системой охлаждения, контроллером. Но после небольших технических хитростей и полной подзарядки, дадите мне еще денек на калибровку. Потестируем! Лу достает крылья из шкафа, которого по задникам там вообще не должно быть. В следующем кадре там уже голая стена и не единого признака шкафа на всем фоне, а часть друзей переместилась с левой стороны кадра на правую, хотя на фоне опять же никто никуда не переходил. Компания друзей стоит спиной к окну. Никто не делает ни шага во время диалога, но в конце диалога спиной к окну стоит уже сам Лу. Просто... Ну как так? На вечеринке будет больше драконов, с которыми я смогу пообщаться и показать свои наработки и исследования! Камера делает подскок к лицу персонажа, но каким-то образом на фоне уже не стена, а лаборатория. Пошли выпьем и покушаем сладенький. Голубой друг уходит вперед, через секунду он же догоняет сзади. А... Я... А я не знаю как! Делай просто как нравится! Отруби мозг! Я правильно двигаю руками? Только что перед ним стоял дракон в шапке, сейчас его уже и след простыл. Лу поворачивается так, будто собирается идти вправо, а потом вдруг идет влево. Камера опять пересекла ось взаимодействия. Ата-та! Блин, я конечно не нахерня, что ты сказался, но я б тебя съела. Пытались блестяшкой скрыть склейку двух крупняков? Двойное ата-та! Что мешало оставить камеру перпендикулярно оси или на крайняк повернуть самих персонажей анимации, чем сделать эту бессмысленную склейку. Подружка бежит у него сзади по правую руку, но через секунду уже по левую. Игрушка между кадрами куда-то испаряется, и больше вы ее не увидите. Неясно в принципе, зачем ее ввели в сцену. Подружка сидит на коленях, чуть не лажаясь на него, а потом без единого намека на перемещение она уже стоит в полный рост. Ух, сломанная восьмерка. Вот и второй смертный грех монтажера подъехал. Одно из самых очевидно недопустимых пересечений оси взаимодействия, однако только что произошло тут. Лужа отвернулся от телескопа, поднеся руку к арту через мгновение, он снова смотрит в телескоп. Неправильная склейка по фазе движения. Та же история, что в той самой сцене. Мезосцена не меняется, крупность не меняется, камера прыгает на 15 градусов левее. Зачем? Самоцвет? Нет, минерал не может никого спасти, он не живой. На нас летит космический объект со скоростью. Ай, послушайте. Лук кричит, стоя к двери левым боком, в следующем кадре он стоит к двери уже спиной. Я что, в одиночку должен справляться со всем. Почему вы игнорируете, когда я говорю что-то изменяемое? В конце фразы он уже почти вплотную подходит к трапу, и тут перед ним возникла здоровая пустая площадь. Снова магические телепортации. Снова не сходится по фазе движения. Лу в ярости, и тут же он спокойный и задумчивый. Камера пересекла ось. Опять. Был бы нормальный аналитический монтаж, но, увы, кривая склейка по направлению движения. Лу убегает влево, а в коробке копается, уже повернувшись вправо. Простите, господа, но судьба живых меня интересует больше. А ну оттай! Еще одна сломанная восьмерка. Во время диалога персонажи не должны смотреть в одну сторону. Такое может быть только при пересечении оси взаимодействия, а она пересекаться не должна. Будешь наказан богом! До кучек сломанной восьмерки у нас снова магическая телепортация Лу из летящего положения, стоячая со сложенными крыльями. Это босс пришло тебе наказывать! Если старик был на правой стороне расколовшегося пола, почему он убежал в дверь налево? И если толкаться от этого кадра, то Лу, соответственно, должен отступать вправо, но он тоже двигается влево. Мясо-сцена... Ай, ладно, забейте. Снова вывернутое направление движения. Лу летает вправо, в следующем кадре он вылетает влево. Чтобы хоть как-то пофиксить этот прокол, было достаточно санимировать хотя бы половину поворота в воздухе, как-то показать, что он сменил направление полета. Но, увы, этого нет, так что минус. Мы видим, под местом, в котором лазеры сделали дыру, нет никакой плоской поверхности. Лу улетел головой вниз, то есть мы точно знаем, что внизу много пустого пространства. Через мгновение он приземляется перед дырой, и тут два варианта. Либо дыра от лазеров как-то между кадрами переместилась к земле, либо какое-то здание также между кадрами выросло на десяток метров и любезно подставило крышу. Ни один из вариантов не дает логического объяснения. Итого, за 19 минут мультфильма мы имеем вагон и маленькую тележку ошибок по монтажу, которые можно было бы легко избежать, посидев хотя бы немного над теорией. Судя по постоянным телепортациям, никто не заморачивался с составлением мизансцен перед раскадровкой, а когда у вас сложный интерьер и много персонажей, на мизансцену нельзя забивать. Иначе будет лажа буквально при каждой склейке, что мы и наблюдаем в особенности в доме Лу. Потратьте время, начертите на бумаге схему локации, возьмите фишки из настольной игры, обозначив ими персонажей и камеру, вы сразу поймете, насколько проще станет жить, насколько понятнее станет повествование. Проводите ось взаимодействия, изучите случаи, в которых ее можно пересекать, а в которых нельзя. Здесь есть правильные пересечения, но их, к сожалению, меньше, чем неправильных. Не склеивайте одинаковые крупности, и соседние тоже не склеивайте, перескакивайте через одну. А если ну никак не получается, используйте трансфокатор, наезд-отъезд, свободную камеру, перемещение персонажей анимаций, что угодно, но не делайте склейку. Фазы движения. Следите за выражениями лиц и позами героев между кадрами, чтобы не ломать склейки по фазе. Тут их ломали так много, что я отметила только самые явные, отмечала бы все видео было бы еще минуты на 4 длиннее. Соблюдайте размеренные тайминги. На протяжении серии зрителю просто не дают передохнуть. Ракурсы постоянно сменяются, склейки свали на бесконечный неритмичный поток. И, честно, при просмотре в полноэкранном режиме меня местами даже немного укачивало. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Я искренне надеюсь, что создатели примут эти замечания к сведению и в будущем будут уделять больше внимания не только качеству анимации и озвучки, но и качеству монтажа. Это не менее важно. Это, считайте, третий кит хорошего мультфильма, про которого вы почему-то совсем забыли. Я желаю студии Феникс творческих успехов и улучшения качества их мультфильмов, но на данный момент я вижу в Назад нельзя качество продакшена на порядок ниже, чем во всех остальных проектах студии. Спасибо большое за внимание. С вами была Настя Климова. Всем пока!